На конкурс дети читают стихи, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Стихотворение читает Ладша Милена, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы номер 4 города Мельки. Константин Михайлович Симонов, ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как ринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей дождя и фудии. Как слёзы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встали повелось на Великой Руси. Слеза неизмерены чаще, чем верстами, шёл тракт на приборках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждой русской околицей крестом своих рук ограждали живых. Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина не дом городской, где я празднично жил, а эти просёлки, что дедами пройдены с простыми крестами их русских могил. Ты помнишь, Алёша, изба под Борисовым, по мёртвому плачущей девичьей крик, седая старуха в салопчике плисовым, из белым, как насмерть одетый старик. Но что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе подняв своим бабе учитьём, ты помнишь, старуха сказала, «Родимые, покуда идите, мы вас подождём». «Вы вас подождём», — говорили нам пажите. «Мы вас подождём», — говорили леса. «Знаешь, Алёша, ночами, мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Нас пули с тобою пока ещё милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я всё-таки гордую за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещала, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла».